МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты видел, насколько тут опасно? Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. И сегодня мы находимся на Янтарном озере. Это новая достопримечательность города Владивостока, которая буквально недавно стала популярной. И среди молодых людей, да и не только, часто мелькают фотографии в Инстаграме с янтарной водой, которая находится в этом озере. Но сейчас, к сожалению, цвет воды не дает такой краски, как у многих ребят, которые здесь фотались до этого. Возможно, они применяли различные светофильтра для того, чтобы подкрасить цвет воды. Сюда можно приехать и насладиться этой красотой. Это старый карьер угольный. Здесь добывали уголь каменный. Там даже, если посмотреть, есть открытый уголь. То есть можно самому себе набрать ведерко и дома растопить печку. Дорога до сюда, в принципе, проходимая. Можно проехать на любом джипе. Мы проехали достаточно просто. Единственное, что на легковушке и на малолитражке сюда будет ехать достаточно тяжело. И, возможно, вы оставите всю ходовку. Но проехать чисто теоретически можно. Но я бы, наверное, не стал это делать на легковой машине. Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. И сегодня мы поедем в очень красивое место. Где-то на Раздольном. Там, где красивое бирюзовое озеро в виде сердечка. Мы едем туда. Выезжаем с ней в снеговой упаде. Сегодня 1 сентября 2020 года. День знаний. И в этот замечательный день мы едем посмотреть это озеро. Едем на джимнике, вот таком подготовленном. Очень хорошая машина. Сейчас, кстати, погода не очень хорошая. Обещают 3 сентября вообще самый большой шторм за последние десятилетия. Ну, посмотрим, как наш товарищ Кубай может предсказывать погоду. И увидим. Я хочу, кстати, заснять шторм. И, возможно, в ближайших видео, если получится, вы увидите шторм на Шаморе. Или в пригороде Владивостока, например, на острове Русском. В любом случае, в ближайшее время смотрите видео с моего канала. И вы увидите много чего интересного. А сейчас мы проезжаем, кстати, новый микрорайон. Это снеговая пать. Он был введен в эксплуатацию где-то примерно 10 лет назад. Здесь построили большое количество вот таких здоровых домов. Построили школы, поликлиники, детские садики. Такой микрорайон современный. Ну, плотность застройки достаточно большая. Вот спереди, кстати, красивые домики. Они буквально только вводятся в эксплуатацию в этом году. Кстати, квадратный метр 30 рублей стоил. Один квадратный метр на этапе строительства. Сейчас я даже не знаю, сколько здесь стоит. Это для малоимущих семей строилось. Вот они уже как раз лет 7 строят эти дома. Все никак не могут их везти. Выезжаем из города на трассу. Мы выезжаем с Владивостока, выезжаем на объездную и двигаемся к Тору Новостольного. Мы едем в город. Где-то стоит. Это водохранитель, где-то на автохранитель. Да, это на автохранитель. А это заходите в сухую. А это не хорошо. Вот. Вот. А прямо перед нами. А прямо перед нами. А прямо перед нами. А вот асфальт заканчивается. Так, проехали. Здесь налево, левее, левее. Так, с Таёшки после поворота, после озера, на Таёшке, там такое озеро небольшое, поворачиваете направо, едете постоянно прямо, проезжаете кольцо с такой будочкой, с ларечком и спускаетесь вниз. Дальше опять едете прямо, прямо, прямо и упираетесь вот в такую военную часть. Вот она перед нами, на картах причем эта военная часть не обозначена нигде никак. И здесь перед военной частью поворачиваете направо и двигаетесь прямо, прямо, прямо и вы как раз приедете на это лазурное озеро, на которое мы сейчас держим путь. Бирюзовое озеро, да, извиняюсь. Часть, интересно, секретная, потому что на картах ее вообще нету. Наверное, боеголовки ядерные стоят. Дорога, кстати, не очень хорошая. На легковой машине, наверное, сюда лучше не ехать. Особенно после дождей видно лужи большие. Ну, там на месте, кстати, еще и посмотрим, будут ли маленькие легковые машины или нет. Но пока дорога, конечно, средней степени проходимости. На легковушке можно, наверное, проехать, но не очень комфортно будет. Колодец, короче, дом сгорит. Едете по основной, по самой накатанной дороге. В принципе, тут особо сворачивать некуда. Просто по накатанной, где больше всего следов автомобильных. Едете прямо, 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 и вы как раз приедете к этому янтарному озеру. Езжаем к озеру. Вот поворот налево. Опять же, тут такие лужи небольшие. Так, мы сейчас сверху посмотрим на озеро. Сейчас припаркуемся здесь. Подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй. Тебе не сложно, а мне приятно. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Понравилось вам это место или не понравилось? Хотели бы вы здесь побывать или нет? Давайте. Аккуратно. Красивое озеро. К сожалению, оно сейчас не янтарное, наверное, потому что прошли дожди. Вид отсюда красивый. Симпатичный. Вот такой карьер разработанный. Здесь добывали уголь. Вон даже видно угольные разломы. Сейчас я приближу. Открытым способом добывали уголь. Может быть, даже кому надо уголь, можете подъехать сюда, пособирать, подобывать этот уголь. К сожалению, цвет озера сейчас не очень, но зато вид достаточно оригинальный. Здесь вот такой обрыв скалистый, тоже достаточно специфичный. Похож на маленькие горы. Вот на такой машинке мы приехали. Смотрим, как оно будет смотреться снизу. Тут довольно крутой обрыв, на самом деле. Можно наступиться и упасть. Высота, правда, не сильно большая. Метров, наверное, 20-20. Продолжение следует... Кстати, там есть вышки, нырялки. Вот с той стороны вот. Вот тут вот вышка-нырялка. Есть. Че, вода теплая? Купаться будешь? Вот, кстати, уголь. Прямо под ногами угольная порода, каменный уголь, который тут добывался в свое время. Вот еще каменный уголь. Ну, наверное, качество этого угля не сильно хорошее. Видно, вот пласты угольные. Вот здесь вот такие пласты. Тоже уголь, как бы, еще не полностью доформированный. И... Янтарное озеро. С этой точки она более зеленая. Че, хорошо, можно ехать сюда, отдыхать и не брать с собой уголь. Подошли к озеру. Сейчас я его потрогаю в воду и скажу вам, теплая вода или нет. Сегодня 1 сентября 2020 года. Вода, в принципе, не холодная. Интересно, на самом деле, какая глубина у этого карьера. Ребята тут какие-то уже привезли плоты, понаделали. То есть можно поплавать на этом плоту. Палки. Ну, наверное, судя по всему, по этим палкам, неглубокое само озеро. Попробовать можно на плоту покататься. А там вот вышки, да, ребята прыгают. Вот оттуда, с этой вышки. Ты как плавать? Тигана тяжелая. А, мокрая, наверное. Слушай, ну шест такой, не маленький, но, наверное, тут все глубоко. Ну, я говорил, тут сразу глубоко будет. Ты как, пода? Тепленько. Вот это еще надо закинуть в воду. Я поплыл. У тебя бы еще весло. Вот у тебя весло. Блин, а как обратно? Только замерь глубину. Давай на середину озеро. Глубина, прикинь. Ну, я тебе говорю. Ничего себе. Ну, да, глубоко. Тут веревка есть. Ничего. Слышь, можно гриппстить. Слышь, надо было взять. Я уже не подумал. Вот тут глубина прикинь. Что, почти бревно? Не почти бревно, а бревно. Слушай, а это бревно подлиннее. А, это побольше бревно, да. А, не, оно не длинное. Там берег видно, в принципе. Все, я поплыл. Там, видимо, вот с этих вышек кто ныряет, там, видимо, глубоко. Да, там по-любому глубоко. Все, пока. Давай, давай. Все, на этом плотике классная водичка, классная затея. Плот, конечно, по приколу на нем плавать. Сразу вспоминается детство, когда мы прыгали по льдинам. И тогда, правда, холодно, адски. Если намокнешься, то намекнешь, то становилось сразу холодным. Мы становились синий, потом грелись у костра. А здесь, в принципе, вода теплая. Единственное, что мутновато и грязно. И непонятно, что там на дне, но довольно глубоко. То есть, уже буквально от самого берега отходишь, и шест уходит на 2 метра в глубину. Можно и поплавать. В общем, 1 сентября вода тепленькая здесь. Я думаю, что летом здесь вообще кипяток. И довольно красиво здесь такие скалы вокруг. Ну, точнее, карьерные, да, разработанные. И можно здесь остаться с ночевкой, наверное. И было бы неплохо переночевать, насладиться природой. Классно, что никого нету. Ну, собака там гавкает, только пятифель. Классно, что-то, 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 что-то. Решили прогуляться по тропинке. Вот здесь такая нахоженная тропа. Здесь склон достаточно ответственный. Можно случайно, наверное, упасть. Ну, а можно и не падать. Это уже зависит от вас, как ходить здесь аккуратно или нет. Идем вдоль нахоженной тропинки. Здесь ребята, наверное, бегут, чтобы спрыгнуть с вышки. Сейчас мы прогуляемся до этой вышки. И вид здесь открывается еще более, наверное, красивый. Такой откос отвесный. Очень интересно, на самом деле, здесь гулять. Вот, буквально. Вон, высота какая-то. А вот здесь вот лучше не ходить. Вот здесь уже надлом, и скала может обрушиться по краю. Вот тут может кусок скалы отколоться и упасть вниз. Поэтому нужно аккуратно, наверное, передвигаться по этим склонам. Жалко, что мы не попали на цвет воды. Но, кстати, осенью, возможно, здесь будет... Вон, дорога еще. Возможно, здесь будет цвет более янтарный. Первая вышка здесь, нет? Нифига, отсюда можно прыгнуть и гонуть реально. Наверное, ребята... С разбега, я сказал. С разбега легко. Высота, кстати, ну, метров... Да, метров 10 точно есть. Вон там второй плот, вон первый плот. Вот первая вышка, да. Подходим. А, вышка уже сломана. И сейчас уже не прыгнуть отсюда. Раз уж пришли, надо уже все обведать. Обойдем все вышки. Нырялки, так сказать. О, просто прикольно. Нет, мне лучше там, мне кажется, нырял. Прикольная нырялочка. Да, конечно, ты что, ты видел, насколько тут опасно? Тут такая, не шибко надежная. Нырялка уже подсохла, и на самом краю могут вот тут обломиться стволы, поэтому я, наверное, не буду рисковать. Хотя, тут даже ребята постарались, они сделали наждачку на конце, чтобы не было сильно скользкость. Человек может толкнуться более надежно. Подай камеру, я поснимаю, вот сюда такой вид красивый. Я боюсь. Очень красивый вид, кстати, открывается с этой нырялки. Мне очень нравится тут, довольно специфично. Слушай, сейчас снимем, а этого берега не видимо. Да, сейчас поснимаю. Вот там еще одна нырялка для ребят помладше, наверное. Здесь высота, высота, наверное, метров 8, может быть, 9. Здесь высота, наверное, метров 8, может быть, 10. Озеро это. Вот озеро янтарное. И рядом с озером буквально сразу лимонник растет. Лимонник дальневосточный, такая большая гроздь. И грибочек. Подосиновик. А рядом с грибочком прыгает лягушка. Где лягушка? О, лягушка. Всем привет, друзья. Вы на канале Блог Владивостока. И мы сегодня посетили янтарное озеро. Это одно из достопримечательностей города Владивостока. В этом году оно было особо популярно. Местные, не местные, жители Владивостока там организовали нырялки. Сюда приезжают отдохнуть, потому что здесь довольно красивая, красивая природа. Такой карьерчик выкопан в свое время был. И, соответственно, он сейчас заполнится водой. И в хорошую погоду, когда дождей нету, эта вода, она становится садинтарного цвета, такой зеленая и бирюзовая. На камеру видно это все. Но... Сейчас видно на камеру. Да? Более зеленовато, камера больше отдает. Ну, то есть, в немножко другую погоду цвет этой воды более бирюзовый, чем сейчас. Ну, потому что прошли недавно дожди, и цвет изменился. Поэтому сейчас так, как есть, но если вы поискаете... Но если вы поищите фотографии... Но если вы поищите фотографии, то вы можете найти здесь более фотошопленные фотографии с более бирюзовым цветом. Возможно, люди накладывают сюда какие-то цвета, фильтра, цветокоррекцию, которая передает такое ощущение, что вода бирюзовая. На самом деле, она не очень бирюзовая. Доехать сюда, кстати, можно, в принципе, на любом джипе. Даже не обязательно можно подготовленный. Любая четырехходовая машина, в принципе, сюда тоже может проехать. Но единственное, что легковушка, типа Fita или Prius, вряд ли сюда доедет. И можно ставить всю ходовку в целом. И даже на Fita можно проехать, если захотеть. Место интересное и всем рекомендую здесь также побывать, посмотреть своими глазами. Увидимся в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Возможно, мы сюда приедем еще осенью. Посмотрим, как это место выглядит в осенний период, в солнечную погоду. И заснимем это также. Смотрите видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.